Пульс и мы начинаем очередной вебинар, посвященный меридианам. Сегодня я расскажу вам о 10 меридиане, канале тройного обогревателя. И для начала поставьте в чат по 10-бальной системе, как вы меня слышите. Жду ваших ответов в чат. Ну вот, какие вы у меня молодцы, очень быстро отвечаете. Сразу видно, первыми ставят десяточки наши постоянные участники вебинаров. Ну и остальные подтягиваются тоже. Звук замечательный, у всех десяточки. И начинаем наш вебинар. Канал тройного обогревателя. Сегодня мы разберем по устоявшейся уже схеме основные характеристики энергетической системы, проекционные зоны и функциональное применение как всей системы, так и отдельных основных биологически активных точек. И в завершение будет методика прохождения канала тройного обогревателя. И в начале я хочу рассказать о самом названии. Что же это за такой тройной обогреватель? Либо можете встретить другое название. Канал трех частей тела. В зависимости от школы может быть перевод либо такой, либо такой. В каждом названии есть определенный смысл. Начнем с варианта три части тела. Эти части называются достаточно просто. Это верхняя часть тела, средняя часть тела и нижняя часть тела. Где они располагаются в человеке? Ну, в китайской системе есть, опять же, разные варианты ответов. И когда я вам уже рассказывал о Перикарде, я говорил, что каналы Перикарда и тройного обогревателя, считается, что исторически были добавлены более позднее. И по ним очень много разночтений. По тройному обогревателю разночтений намного больше, чем по каналу Перикарда. И с основными моментами мы будем сегодня разбираться. Если тройной обогреватель относится к системе огня, то есть определенный тепловой эффект. И очень часто эту систему называют именно обогревателем. То есть эта система поддерживает внутреннее тепло. Любой внутренний орган, который работает, он теплый. И вот это тепло тройного обогревателя как бы примерно равно понятию жизни, жизнедеятельность организма. И здесь при описании биологически активных точек вы увидите небольшую необычность. Она состоит в том, что обычно каналы огня, они как бы добавляют огонь и добавляют янские синдромы. Канал же тройного обогревателя, он хоть и относится к элементу огня, но он по сути не добавляет огонь, он регулирует его. И все точки данной системы, особенно относящиеся к точкам пяти элементов, они уменьшают количество огня до его нормы, то есть стабилизируют огонь. В этом отношении данная система уникальна. И по современным исследованиям, заболевания, связанные с данной системой, они относятся к поражению нервных стволов и центральной нервной системы. Все системные заболевания так или иначе относятся к поражению тройного обогревателя. И еще точки и сам канал тройного обогревателя связан с эндокринными железами, а на тонком плане его очень часто сравнивают и связывают с энергетическими центрами. И сейчас мы с вами рассмотрим энергетическую ось Шао Ян, который вместе с каналом желчного пузыря и будет относиться к каналу тройного обогревателя. Они идут друг за другом, и уже скоро я буду читать информацию о канале желчного пузыря. Он очень большой, очень интересный. И вместе с каналом тройного обогревателя система Шао Ян относится к защищающей наши внутренние органы системы. Тройной обогреватель можно назвать регулятором поступающей энергии, а желчный пузырь можно назвать перерабатывателем энергии. И именно система желчного пузыря отделяет чистое от нечистого. То есть чистая энергия, энергия хорошего качества идет в наш обмен веществ. Не чистая энергия, китайцы называют ее мутной энергией, она выводится из организма посредством канала толстой кишки и канала мочевого пузыря. И хоть сам канал тройного обогревателя относится к огню, но вместе с каналом перикарда он еще имеет отношение и к элементу вода. То есть на самом деле вот эти два дополнительных меридиана, которые номинально относятся к категории огня, они в себе регулируются отношения воды и огня. И регуляция воды и огня – это главная задача для длительной, здоровой и успешной жизни. И вы можете сами делать эту регуляцию, проходить точки как канала перикарда, так сегодня вы узнаете, как прорабатывать точки канала тройного обогревателя и тем самым восстанавливать регуляцию вашего организма на уровне нервной системы, на уровне эндокринных желез, энергетических центров и много-много чем еще. Потому что со всеми этими моментами связывают нашу регуляцию канал тройного обогревателя и канал перикарда. Данная система, как я уже сказал, относится к категории огня, так же как каналы тонкой кишки и сердца. Тройной обогреватель с позицией аюрведической системы относится к категории капха. И это не мудрено, именно эта система отвечает в том числе и за эндокринные железы. Время максимальной активности с 21 до 23 часов. И в это время мы нуждаемся в отдыхе. Именно наша нервная система, наши все системы регуляции, которые интегрируют нас в единое целое, нуждаются в отдыхе. И мы уже должны снижать свою дневную активность и готовиться ко сну. А в 23 часа желательно, чтобы мы уже спали. Именно таким образом настроены многие системы нашего организма, и в том числе ферменты, отвечающие за пищеварение, за работу нервной и эндокринной системы. На что влияет система тройного обогревателя? Ну, вы понимаете, что раз тройной обогреватель управляет всеми тремя частями тела, и их в нашем теле китайцы выделяют три, то, конечно, система тройного обогревателя влияет на все. Но это такая самодостаточная система, в которую особо активно лучше не вмешиваться. Главная задача человека – не мешать работать этой системе. А лучший способ не мешать – это успокаиваться и ложиться спать. И тогда данная система будет работать оптимально и синхронизировать работу всех обогревателей. Плюс у данной системы есть регуляторная функция на все водные пути. То есть все, что касается обмена жидкости, связано с данной системой, вне зависимости от внутреннего органа, либо системы. Также есть специфическое действие – точки данного канала устраняют метеочувствительность. То есть люди с метеочувствительностью – это те люди, у которых неоптимально работает система тройного обогревателя. И первым, что им надо делать, это менять свой распорядок жизни и проверять, во сколько они ложатся спать. И как они качественно готовятся ко сну. Ко сну надо именно приготовиться. Мы начинаем уменьшать освещенность. Выключаем такие раздражители, как компьютеры, различные гаджеты и телевизоры. Есть современное исследование, показывающее, что если в течение часа перед сном человек пользуется различными гаджетами, то у него возникает минимум 20% вероятность нарушения сна. Потому что экраны светят очень интенсивно. И особенно это сильно воздействует на человека, если он общается с этими, так скажем, достижениями цивилизации без внешнего света. То есть верхний свет выключен, и человек сидит в темноте, либо, так скажем, в сумерках, и что-то делает на своем телефоне, либо ноутбуке. То же самое относится и к телевизору. Данная система влияет на суставы, в первую очередь, верхних конечностей, но также и на суставы позвоночника и нижних конечностей. Влияет на все внутренние системы, я их не буду перечислять. Кстати, может быть, я какую-то здесь и не упомянул, но понимаете, что раз влияет на все части тела, то влияет и на все системы. Особенностью является то, что управляет напрямую подкорковыми структурами. И все заболевания, которые связаны с дисфункцией подкорковых структур, относятся к ведению канала тройного обогревателя. К основным характеристикам, ну, как бы номинально относятся, как и для всех каналов, это место, куда открывается каналом, и зеркало. Но вот эта информация, что приведена в настоящий момент на слайде, она относится, по большому счету, к элементу огня. Так как номинально тройной обогреватель – это огонь, то эта информация к нему относится. Но вот эти параметры, по ним не принято диагностировать тройной обогреватель. То есть они являются второстепенными. И в основном указывают на дисбаланс каналов сердца и тонкой кишки. И во вторую очередь это относится к паре перикард – тройной обогреватель. Как система открывается в язык, зеркалом канала является цвет лица, вкус, относящийся к элементу горький, эмоции, радость, веселье. Психические проявления – это любовь и открытость. И индивидуально именно для тройного обогревателя психическая характеристика – это психическая устойчивость. То есть насколько мы можем противостоять стрессу, зависит в одной из основных очередей именно от работы тройного обогревателя. Вот, пожалуй, это самая главная характеристика, которую вы должны усвоить при изучении данного слайда. И сейчас мы с вами перейдем к точкам силы канала тройного обогревателя. Разберем основные точки, которые относятся к пяти элементам. Также разберем противоболевую точку, ло-точку и диагностические и лечебные точки Мо-Ишу. Точкой, на что вы должны обратить внимание и в первую очередь запоминать – это, конечно же, тонизирующую точку. И так как тройной обогреватель – это янский канал, то мы помним, что точка категории ШУ-3 на янских каналах – это всегда элемент дерева. Она имеет два варианта. Для канала тройного обогревателя – это третья и четвертая точка. Третья точка больше выполняет функцию элемента дерева. Четвертая точка больше выполняет функцию Юань. То есть та система, которая связана с прародительской энергией. Шестая точка на канале – это точка, относящаяся к огню. Это элемент в элементе. Ее можно использовать как лечебную, так и диагностическую. Для состояния всего канала тройного обогревателя. И так как канал показывает, ну что ли, тепло жизни для данного человека, то данная точка указывает и на проблемы в целом с энергетикой у человека. Если точка ТР6 в хорошем состоянии, то с энергетической точки зрения, ну, все можно восстановить. Если она очень болезненная, либо наоборот находится в недостатке, то есть в этом месте вы можете увидеть более светлое пятно, либо при надавливании вы чувствуете такое ощущение липкости и провала в этом месте. Это говорит не только об ухудшении энергетики тройного обогревателя, но и в целом об ухудшении энергетики всей канально-меридиональной системы. И точка седативная, относящаяся к элементу Земля, для данной системы, она десятая. Противоболевая точка это седьмая. ТР7, как и любая другая противоболевая точка, она снимает блокаду движения энергии во всем тройном обогревателе. А так как, опять же повторюсь, тройной обогреватель представляет в концентрированном виде все каналы и меридианы, то ТР7 может влиять на равномерное движение энергии по всем меридианам. И если вам не удается где-то восстановить баланс, снять энергетические блоки, то для этих целей вы можете использовать вот эту точку дополнительно ТР7. И если в хорошем энергетическом состоянии находится точка ТР6, и нет энергетических блоков, связанных напрямую с каналом тройного обогревателя, то используйте, конечно же, точку ТР6. ТР6 для данной системы это пятая точка, и она связана с точкой Юань канала Перикарда, и на этом канале это седьмая точка. Диагностическими и лечебными точки Мо и Шу является вторая точка по каналу передне-срединному, и двадцать вторая точка по каналу мочевого пузыря. И сейчас мы по очереди рассмотрим эти вышеуказанные точки. И начнем с первой точки, называется она Гуаньчунь, Гуаньчунь переводится с китайского как проникновение во врата. Ну, Гуань иногда переводят как врата, а иногда как заставу. То есть это определенный такой рубеж нашей энергетики. И эта точка, она защищает нас от внешней патогенной энергии, от внешних биоклиматических энергий. И проверять ее на чувствительность, проверять ее на работу, и если эти точки не болезненные, она, конечно же, есть право и слева, то это все говорит о хорошей защите от внешних патогенных энергий. Эта точка относится к элементу металла. Она позволяет охлаждать жар. Ну, также я вам скажу, что все точки пяти элементов на канале тройного обогревателя, вне зависимости от того, к какому элементу они относятся, они могут охлаждать жар. Потому что это регуляторный канал. И именно ТР-5 может изгонять наружный ветер. А помните, когда я рассказывал вообще об внешних энергиях, я вам говорил, что ветер – это наиболее частая внешняя энергия, и посредством именно ветра поступают многие другие. То есть при любых внешних заболеваниях, ТР-1 является той точкой, которая удаляет элемент ветра, то есть блокирует распространение заболеваний по канально-меридиональной системе. Следующая точка – вторая. Она находится перед суставчиком, и для воздействия на нее мы эту точку прижимаем к безымянному пальчику. Ну, вы, наверное, устали слушать. Вам вопрос на засыпку, чтобы вы маленечко оживились и переключились. Кто-нибудь знает, так скажем, настоящее имя безымянного пальца? Ну, или по-другому можно задать вопрос. Когда безымянный палец обретает свое имя? Если кто-то знает, поставьте плюсик в чат. Если не знаете, поставьте минус. Давайте, давайте, просыпайтесь. Ставьте какие-нибудь значочки. Никто не знает даже. А кто-нибудь задумывался над этим вопросом? Какие-нибудь идеи есть? Если идеи у кого-то есть, поставьте единичку в чат. Ну, все на самом деле достаточно просто. Вспоминаем, для чего нам нужен безымянный палец. Ну, так скажем, в бытовом применении. У кого какие-то идеи есть? Да, вот. Наша замечательная служба поддержки, она сразу разгадала мой вопрос. Так, анализы крови берут. Ну, хорошо. Но я немножко о другом. На безымянном кольце в разных традициях носят обручальные кольца. И как раз это связано с безымянным пальцем. То есть, палец, он до того времени безымянный, пока на него не одето обручальное кольцо. А после того, как одето обручальное кольцо, у пальца появляется имя. И это имя соответствует имени второй вашей половинки. Так что, можете общаться с безымянным пальчиком по имени. Вот. И к чему, вы думаете, я все это вам рассказал? А к тому, что точки, которые находятся на безымянном пальце, то есть, это первая и вторая точка, они очень сильно влияют на функцию половых желез. И у людей, у которых есть проблема с потенцией, либо с зачатием, либо с вынашиванием детей, можно воздействовать на эти точки и активировать данную функцию. Ну, я думаю, после такого замечательного рассказа и такой истории, вы будете помнить эту функцию этих двух точек. Но сильнее действует первая точка. Вторая точка называется Емэнь. Переводится как ворота жидкости. И она относится именно к элементу вода. Она регулирует дополнительно функцию щитовидной и паращитовидной железы. И как точка элемента вода, и к тому же ворота жидкости, обеспечивают и регулируют водный обмен в нашем организме. Следующая точка третья. Для канала она тонизирующая. Называется Джун-Джун. Средний остров. Если эта точка тонизирующая, то давайте еще немножко включимся в работу. То к какому элементу относится тонизирующая точка на канале тройного обогревателя? Напишите в чат. Да, Дмитрий самый быстрый и правильно отвечает. Конечно же, это дерево. И Ирина его догоняет. Поступил вопрос. Часто очень сильно болит спонтанно несколько секунд первая точка на канале. Канал всегда в избытке. Что это значит? Значит, первый момент, он связан с внешними энергиями. То, что вы подвергаетесь постоянно внешнему воздействию. Но ваша пока защитная энергия с этим справляется. Вам надо посмотреть, в каком состоянии находятся ваша печень и желчный пузырь. Потому что ветер – это элемент дерева. И если вы находитесь под постоянной атакой именно ветра, потому что спонтанная и короткая болезненность – это, опять же, показатель поражения ветра. Это может указывать на дисбаланс и заинтересованность, в первую очередь, работы печени и желчного пузыря. Второй вариант – это дисбаланс уже непосредственно системы тройного обогревателя. Это более глубокое нарушение. Его вы можете, так скажем, принять, если у вас есть метеочувствительность и нестабильность в эмоциональной сфере. Если все это у вас присутствует, то рекомендации простые. В начале вы изменяете свой образ жизни и ложитесь пораньше. Желательно в начале активности канала тройного обогревателя. Плюс в дневное время, во время минимальной активности данной системы вы делаете ежедневно прохождение данной системы. И в завершении текущего вебинара вы узнаете открытые точки, их вы используете в текущем месяце. Вот основные рекомендации. Ну и очень сильно изменяет состояние общей энергетики. Это взаимодействие и правильное питание и использование эфирных масел. Посмотрите вкладочку ароматерапия, выберите подходящий для вас по конституции эфирное масло и ежедневно наносите на первую точку канала тройного обогревателя свое самое подходящее эфирное масло из зеленого спектра. Так, и возвращаемся к третьей биологически активной точке. Для воздействия на нее мы также направляем и как бы прижимаем к косточке, которая является продолжением безымянного пальца. Данная точка дополнительно снижает ян печени. То есть в том случае, о котором я только что рассказывал, эта точка может быть дополнительная. На нее также можно наносить эфирное масло. Регулирует она функцию гипоталямуса и гипофиза. Следующая точка четвертая. Я надеюсь, вы понимаете, что раз канал янский, то это все находится на тыльной поверхности кисти, ну и дальше предплечье и руки в целом. Четвертая точка находится в области лучезапясной складки с тыльной стороны. Но обычно у людей этой складки не видно, надо просто разогнуть кисть, ну и посмотреть, где происходит сгибание. И эта точка будет в этом месте на линии четвертого пальца. В этом месте, ну, формируется такая ямочка. То есть вы как бы пальчик четвертый продолжаете, линию проводите, кисть разгибаете, и там образуется ямочка. В этом месте и будет четвертая точка, называется она ян-чи, пруд ян, относится к точке юань. И эта точка, она обеспечивает нормальное течение жидкости. Ну, как я вам уже и говорил, получается, что тройной обогреватель, он комбинирует в себе обязательно сочетание огня и воды. Какие-то точки больше влияют на огонь, какие-то больше на воду. И в очень большом, как бы, варианте показаний для точек фигурируют либо эндокринные железа, либо влияние на жидкости тела. Следующая биологически активная точка – пятая. Пятая точка – вайгуань. Это точка категории ло. Она располагается на два цуня выше лучезапясной складки. Также на линии можно ее располагать, продолжая линию четвертого пальчика. И это место между костями предплечья. Если вы помните, на предыдущем меридиане, меридиане Перикарда была точкой МЦ6. Очень сильная, мощная точка. Вот они находятся друг против друга. И некоторые китайские авторы рекомендуют массировать одновременно две этих точки. А, так скажем, некоторые специалисты иглоукалывания, они рекомендуют, когда берешь одну точку, проводить иглу глубже и брать другую точку. В этом месте можно спокойно это сделать с любой стороны. То есть, вы одним проколом задействуете сразу две точки. Пятую на канале тройного обогревателя и шестую на канале Перикарда. Точка пятая вайгуань называется внешняя застала. И она регулирует состояние и регулирует поступление внешних энергий. И все заболевания, связанные с внешним поражением, облегчаются и приостанавливаются через данную точку. Это в первую очередь относится к простудным заболеваниям и к суставной патологии. Также вайгуань изгоняет ветер и жар, охлаждает жар в голове, уменьшает энергию ян печени, помогает при метеочувствительности от энергии холода и сырости. Следующая точка шестая. Она находится на один цунь выше от предыдущей пятой точки. То есть на три цуня надо лучезапясной складкой. Также по центральной линии. Называется джи-гоу. Поток на конечности. относится к элементу огонь. Это элемент в элементе. Данная точка регулирует ЦИ в области грудной клетки, изгоняет ветер, применяется при метеозависимости от холода и ветра, является специфической точкой при запорах. Для этой цели ее комбинируют с точкой Е25. Она находится рядом с пупком. Следующая точка седьмая. Это противоболевая точка, точка щель данной энергетической системы и всего тела в целом. Переводится достаточно интересно. Встреча с предками. Располагается на один поперечный палец в сторону мизинца от шестой точки. Обычно используется для этой цели в качестве измерения указательный палец. То есть она находится уже не на средней линии, а в сторону мизинчика. Применяется в основном при болевых синдромах в руке и по ходу всего меридиана. Меридиан поднимается по руке, по надплечью, идет за ухом и подходит к области глаза. На всем этом протяжении, если возникают болевые синдромы, то используют данную биологически активную точку. Также ее используют при звоне в ушах. Следующая точка десятая. Тянь-дзинь. Небесный источник. Эта точка категории земля. Она находится на задней поверхности руки, располагается на один цунь выше локтевого троска. Эта точка устраняет скопление и флегму, подавляет восходящий поток ци, успокаивает разум, как точка первой помощи используется при почечной колике, применяется также при нестабильных эмоциях и психоэмоциональном возбуждении. То есть, она заземляет во всех этих ситуациях. То есть, это точка земли. и мы видим, что во всех точках канала тройного обогревателя точки могут как добавлять элемент, к которому они относятся, так и убавлять. То есть, это такие очень интересные регулирующие точки. И переходим к точкам Шу и Мо. По Мо точкам есть достаточно большое расхождение. Большинство авторов выделяет как основную Мо точку вторую точку по каналу передне-срединному. На втором месте стоит след за ней это третья точка. Но обычно говорят, что все-таки Мо точка это вторая, а третья точка это точка выраженного влияния на тройной обогреватель. В практической работе вы можете поступить достаточно просто. Вы пропальпируете как вторую точку, так и третью точку. Они располагаются по средней линии тела, вторая точка по верхнему краю лона, третья точка на один цунь выше нее. Та из них какая будет более болезненная либо чувствительная, то точку и используйте. Если они обе чувствительные, никто не мешает вам использовать их вместе. Они тогда будут взаимо усиливать друг друга. Вторая точка называется цюйгу изогнутая кость. Она влияет в основном на органы таза и на все заболевания связанные с печенью. Плюс восстанавливает инскую составляющую работы тройного обогревателя как моточка. Иногда можно встретить дополнительные моточки относящиеся к разным обогревателям. Есть моточки нижнего обогревателя, среднего обогревателя и верхнего обогревателя. Но информация по ним очень разноречивая. В основном используйте моточки либо какую-то другую систему. Потому что шу и моточки используются в комбинации. Вот дополнительные моточки существуют, а вот дополнительных шу точек я ни разу не встречал. И вследствие этого смысл отдельно их использовать теряется. если вы хотите дополнительно воздействовать на какой-то меридиан либо систему, так проще взять моточку в комбинации с шу точкой, относящейся к данному меридиану. Точка шу это 22 точка по первой линии канала мочевого пузыря она находится паравертебрально на уровне между первым и вторым поясничным позвонком. Это точка шу канала тройного обогревателя. И сейчас я напомню вам связи по правилам тройного обогревателя. Тройной обогреватель относится к энергии огня. И как я думаю вы уже запомнили это каналы в которых объединяется воздействие огня и воды. Точки мо ой извините точки ло и юань это комбинация Тр5 МЦ7 точка юань получающая из точки ло канала перикарда это комбинация МЦ6 и Тр4. Время максимальной активности данной системы с 21 до 23 часов. Соответственно минимальной активности это утро с 9 до 11 и по юридической системе тройной обогреватель относится к категории капха. По пульсовой диагностике канал тройного обогревателя относится к категории жена и связан с каналом мочевого пузыря по правилу муж-жена энергию можно перекинуть из избыточного мужа через точку В58 в точку юань канала тройного обогревателя Тр4. Есть стандартный ход канала тройного обогревателя он начинается на безымянном пальчике либо если вы состоите в отношениях у вас появляется имя у этого пальчика идет по задней средней поверхности руки поднимается по надплечью отдает веточку в область седьмого шейного позвонка поднимается вверх к задней поверхности ушной раковине огибает ушную раковину и заканчивается в районе глаза также есть внутренний ход канала тройного обогревателя и этот внутренний ход он контактирует со всеми тремя обогревателями по средней линии тела и доходит вниз до мочевого пузыря заходит в мочевой пузырь проходит его и выходит из копчика и далее есть веточка она внутренняя которая опускается по нижней конечности в район коленного сустава и контактирует с каналом желчного пузыря и таким образом через этот контакт осуществляется связь шао-ян и взаимодействие по системе люхэ которую мы рассматривали в начале и которая предназначена для защиты и отведения внешних патогенных биоклиматических энергий каких-то отдельных зон Захарина Геда напрямую не существует если что-то и опис тексте то пользуют зоны связанные с мочеполовой системой то есть те зоны в которых находятся шу-и-мо-точки канала иного обогревателя по этой же причине индивидуальных зон на лице для тройного обогревателя не существует иногда можно встретить общую зону для категории огня вот так как каналы появились исторически не так давно как все другие то есть моменты которые не очень разработаны по отношению к данным каналам и сейчас мы переходим с вами к проработке непосредственно каналов и напоминаю вам что необходимо вначале запустить малый небесный круг и для этого мы активируем точку ключ заднесрединного меридиана и G3 и прохлопываем весь заднесрединный меридиан начиная снизу идем вверх и заканчиваем в области рта вот как раз обращаю ваше внимание что на этом слайде изображена система трех частей тела принятая в цигу и вот эти вот точки которые я сейчас обвожу и те иероглифы рядом с которыми они стоят это как раз обозначение нижнего среднего и верхнего обогревателя после того как мы активировали заднесрединный меридиан мы переходим к активации переднесрединного меридиана сначала возделим на точку P7 находящейся на руке и после этого прохлопываем переднесрединный переднесрединный меридиан то есть начинаем аккуратно прохлопывать по лону и идем по переднесрединной линии к области рта после того как мы прохлопали переднесрединный и заднесрединный меридиан у нас включилась малый небесный круг и это способствует взаимодействию любого другого канала и сейчас я вам расскажу как активировать непосредственно сам тройной обогреватель мы начинаем прохлопывать с пальчиков с четвертого нашего пальчика можно первые точки находящиеся на пальчике порастирать и потом прохлопываем по срединной поверхности и поднимаемся таким образом вверх проходим по боковой поверхности плеча и шеи аккуратненько пальчиками прохлопываем в заушной области и заканчиваем легкими похлопываниями около глаза последняя точка находится на наружном крае брови до этого места осуществляем прохлопывание и таким образом вы прорабатываете данную энергетическую систему по ходу этого прохлопывания можно периодически нажимать на биологически активные точки и выяснять их состояние если они находятся в напряжении болезненности либо вы видите какие-то кожные изменения в них немного задержитесь похлопайте несколько раз на одном месте и помассируйте эти точки и завершения я вам расскажу какие точки являются открытыми в данном месяце с 8 ноября по 7 декабря активно ежедневно точка ТР6 она самая активная в этом месяце и 19 октября дополнительно весь день будет работать 10 точка и 1 декабря будет работать первая точка тройного обогревателя на этом я завершаю свой вебинар всего вам доброго и успехов в изучении практики как традиционной китайской медицины так и аюрведы с нашим любимым ведопульсом жду вас на последующих вебинарах всего вам доброго до свидания до свидания